В Ненецком округе, как и по всей стране, отметили пятую годовщину присоединения Крыма к Российской Федерации. Напомню, исторический без преувеличения референдум состоялся 16 марта 2014-го. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. В честь этого события в регионе в минувшую субботу состоялись различные акции, праздничный концерт и даже спортивный турнир. Ну а сегодня о Крыме и его туристической привлекательности говорили наши коллеги, ведущие радио «Север-ФМ» Настя Максимова и Иван Шоу. Слушатели, в частности, рассказывали в прямом эфире свои истории о том, как и где именно они отдыхали на полуострове. Подробности прямо сейчас. Всем привет, это прямой эфир. В студии сегодня Настя Максимова и я, Иван Шоу. Мы сегодня решили поговорить о присоединении Крыма к России. Многие жители Ненецкого округа ездили в Крым. На чем и какие достопримечательности нужно обязательно увидеть своими глазами? Вопросы, ответы на которые в прямом эфире сегодня ищут Настя Максимова и Иван Шоу. СМС-сообщения от радиослушателей в студию приходят практически беспрерывно. Главные тезисы – да, путешествовали, нам очень понравилось, непременно вернемся еще. Не обошлось и без телефонных звонков. Эмоциональный рассказ жительницы Наринма, словно из Крыма она вернулась только вчера, затягивается на несколько минут. Скажите, Елена, что больше всего прям запомнилось? Какие-то места, может, определенные, что запали вам в душу? Ну, конечно, бесспорно, Ялта, Южный берег Крыма вообще шикарный, конечно, город, очень такой красивый. Намного красивее, мне кажется, даже чем Геленджик. Правда, в Сочи, правда, не была, не могу сравнить, но намного лучше Ялт, Анапы и даже Геленджика. Тут уже прозвучали такие названия, что Евпатория, Феодусия, это все классно. Один из главных вопросов, которые ведущие задают радиослушателям, что на полуострове им запомнилось больше всего. Выяснилось, у многих уже давно есть свои особые и любимые места. При этом некоторые стараются возвращаться туда, теперь каждый отпуск. Есть какое-то любимое место, где именно пляжного отдыха? Где самые лучшие пляжи в Крыму, вот именно по вашей версии? Ну, вот мы отдыхали в Иппатории, то есть от Иппатории еще ехать надо недалеко, там при Озерной, по-моему, если память не изменяет. Там дикий пляж, чистый песок, очень красиво. А вот песок именно, не галька, а песок? Песочек, да, белый песочек. Они нам рассказывают, пишут смс-сообщения и делятся своими впечатлениями, и какие-то вот секретные места выдают. Которые мы, например, никогда не слышали и не видели. Ну, всегда же это интереснее, когда человек личным опытом делится, и ты составляешь какое-то свое впечатление от того или иного места. Секретными местами в Крыму поделились и сами ведущие. Одно из них – Каяшское озеро морского происхождения, расположенное на южном побережье Кещенского полуострова. Его уникальность в том, что в зависимости от сезона в озере меняется цвет воды. От нежно-розовых до интенсивно-красных и ярко-оранжевых оттенков. Всему виной микроскопические водоросли, насыщенные пигментом, соответствующие цветовой гаммы. Просто когда озеро цветет, и когда оно все в водорослях, именно зеленых, не очень хочется заходить в воду. А когда в розовую, ну, это чисто ради интереса. Интересный факт. В прошлом году количество туристов в Крыму побило рекордные показатели постсоветского периода. За весь 2018-й полуостров посетили более 6 миллионов человек. Это на 29% выше, чем в 2017-м. Что касается предстоящего сезона отпусков, то в республике не исключают нового рекордного показателя по количеству туристов.